Дядя Никит, куда это? 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 Вон ты снял ее собаку, уточнял. Вон, а глядей ее, догоняй. Прошу, кричу, не втой, не втой. 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 Прошу, кричу, кричу, не втой. Прошу, кричу, кричу, не втой. Прошу, кричу, кричу, не втой. Так, Лобанова, иди сюда. Прошу, кричу, кричу, не втой. Тихо, кричу. Сейчас мы с ним пойдем на окону. Здесь не будет его. Тихо! 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 Может вам больше неудача любят поесть на день? Тихо! 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 Показания. Вот, давай. Тихо! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Ммм. У меня не слышно. У меня на меня погладь, потом? Ну, там, там мешки хорошо. Попадешь, потом. Пойдешь. Ну, что? Я говорю, сядься. Тебе такой пуск. Сигаречек, пускай. Ммм. Амни. Ну, а потом покажите, пожалуйста, вот так. Ммм. Каждый рост, когда костер горит у нас, И звездам идут долгом опять кулиться, Мы споем, как нас поселим длинно спать, Наша радость отражается на лицах, Подалем нам это вместе хорошо. Хорошо. Воздух чистый отглажает пение птиц, Наш костер горит, как с углями горшок, Звезды искрами рассыпались огни. Громный наш миг вам, а я в родном ночи, Заблудившимся и всем, кто ищет Бога. Здесь услышишь, спасители по-новому начни, В небесы нам тебе поможут, В отдалённом этом нести хорошо. Воздух чистый оглашает пень и птиц, Наш костёр горит, как с уграми горшок, С звёздами и странами насыпались армии. В небесах, образ жизни твоей, жизнь не вступаетесь, Жизнь не вступает, в небесах, В небесах, в небесах, приходят все колени. В отдалённом этом нести хорошо, Воздух чистый оглашает пень и птиц, Наш костёр горит, как с углями горшок, Звёздами и странами насыпались армии. Если хочешь быть спасённым, поспеши, Это сделать и не завтра, а сегодня. Всё содействует душам твоя киши, И не жди, что будет лучше, как погод. В отдалённом этом нести хорошо, Воздух чистый оглашает пень и птиц, Наш костёр горит, как с углями горшок, Звёзды искрами рассыпались армии. Наш костёр горит, как с углями горшок, В отдалённом нести хорошо, Воздух чистый оглашает пень и птиц, Наш костёр горит, как с углями горшок, Звёзды искрами насыпались армии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы споем! Это лагерь старших детей А я не помню Я в пару раз боюсь, да правда Что такое Слава-то нам не видать Слава-то нам не видать Это дерево было или что-то другое Моловой задел Последить Малину Офигеть Раз, не трогай Раз, не трогай А Виктор не читает А я им играть не читает А он знает все песни Все, поем? Да Все, прошу Пойдем Молголета чили И тебя и меня Чтобы лодка жизни Удачно была Главное не бросить Стас на своих Но Иисус однажды Открылся мне Ты мой белый парус Моя ладья Рассекая волны Глым днем Иисус мой парус Моя ладья Рассекая волны Глым днем Я Иисус Белый парус Глым днем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Много, так много труда, Слышь, дурны, а подгонены. На это очень часто ни к руку, ни к толку. Лагерстан степит, Нам на то, да и куче, Что может быть круче. Детям здесь нравится верующий Методавна, Но это столкнул из писания прочти. Здесь в руках вокруг при обезде Астана, Артистики выданы, Доглядь домой харчи. Лагерстан степит, Нам на то, да и куче, Что может быть круче. Лагерстан степит, Нам на то, да и куче, Что может быть круче. Поехали! Картошки-то нет Выставили полетными часами У него садится Ну ладно, ладно Еще ничего нет, не надо больше Жизнь нашу руководить Учатся роды вереницы Мы ближе к вечным тетям Закройли жизнью Пойдем 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 Верные смитания Мы садимся Навсегда Вспоминать мы будем Ни скитания Ни благословенного труда Пусть часа будет Вереницей Мы ближе к вечным тетям Идем На прорисы Вереницей Лебезный дом Войдем Вереницей 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 На прорисы В униھی Вереницей 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 Мы прижимы шутки идем, за границей границы, если мы пойдем, пойдем, пойдем. Дядь Питя, я Питя, наш путь! Все поют. Ты тупик, 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 тупик туши дари, Ты море, да, ничего не уголи, Ты в красне небе, но страны, Вер, что ли, с молодой и сны. Я еще приду и... Дорогу, шагу, стоимственный кой, И слива там, подпекай свой лёг, Молодец, 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 молодец. Михаил, ладно, попробуй. Слово отца, повекнусь в полы, Люди мои, не хочу я русских отцветы, Что ждет вас там чужих края, Не ходит вас, молитва моя, не хватит. Дай бумажку, пожалуйста. Еще, еще, еще. Какое умное, всё, мы передо мне сновидели. Слово, госпиталь, по-зрату, вожили, И люди не скончают ли все. Прошли года, затерялись вдали, В краю средков и цветущих долей Встречал отец своих детей После долгих разлук и скорбей И первый сын возродился домой Горбись, отец, я великий герой Вся власть моя и в этом суть На траве я построил свой путь Второй принес золотые дары И смотри, отец, я могу все миры Купить, продать, все бы все Мерзить серебро и успех И в рамок ответ И в огонь их вершин Прозменялись, как раз по душе Драдиславы и Бреста монет Ответ и сын на коленях стоял Прости, отец, я великий гнистал Смиренных был, врагов, прощал Отец теплотой отвечал Душа твоя, ты на крае чечка И вон она, ты за тебе не стал Но ты храни любовь мою Я тебе свой крестол даю О, ты храни любовь мою Я тебе свой крестол даю И в рамках лучалого ты И в огонь их вершин Проток сердце и дурят Аллилуйя Аллилуйя Просток сердца Просток сердца Просток сердца Просток сердца Много рожей Кого в горах Просток сердца Считай Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце моё. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце моё. Знаю, что в тебе радость вечная и любовь неизменная. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце моё. 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 Создать полную тишину. Внимание. Ни одного слова, чтобы не было слышно. У нас гости. И очень известные. И сейчас скажут слово на задание. Если кто не может держать, кто-то выйдет Он подальше И там постойте пока Пожалуйста Из Томска Максим Степаненко Много лет является Председателем миссионерского отдела Епархии Томской Ему есть что сказать Весь мир берется перед глазами Ни одного движения лишнего чтобы не было Говорите пожалуйста Я хочу Сказать слово о товарищах и братьях Вот Сейчас много говорят о мужественности Кто такие настоящие мужчины Ну говорят сильные Образованные, богатые А я скажу ни то ни другое По настоящему мужчина это тот Кто является товарищем Это первая ступень Это земное Есть еще большая ступень товарищества Это братство Но мы остановимся на понятном пока товариществе То есть Почему именно товарищ Дело в том что все что мы можем сделать По настоящему серьезное Полезное Будь то построить дом деревенский Построить железную дорогу сквозь Сибирь Завод Отбить страну от врага Мы можем только вместе Именно Очень важнейшее качество мужества Это умение существовать в товариществе Или в братстве Ну а братстве будем говорить О церкви Да Вот И Есть ступени возрастания товарищества Здесь кстати можно сказать О ступени лидерства Первая очень важнейшая ступень Это честность То есть дело в том Что когда ты попадаешь В новый коллектив Каждый человек хочет что-то строить из себя Того кем он на самом деле не является Лучше быть Но проблема в том что Нерешенный вопрос В том что Рано или поздно люди начинают понимать Кто ты есть на самом деле Уже буквально через две недели Через неделю Может через месяц Люди начинают понимать кто ты на самом деле Люди видят что человек строит из себя того Кем он есть на самом деле Он уже врет Представим себе Человек Вот молодой человек Он поступил ну куда например на предприятие Он ничего не знает Он новобранец И он начинает строить из себя того Кем он на самом деле не является Профессионалом Что произойдет Он так и останется на том же месте Вот честность Это честность Она приводит к тому Что человек понимает Я ничего не знаю Вот там где я начинаю служить И он что делает Раз я ничего не знаю Я ничего не понимаю Он начинает учиться И вот именно с честности Кстати начинается И вступление В великое братство церкви И первые слова Иоанна Крестителя И первые слова Христа Вышедшего на просьбе Оба говорят Покайтесь То есть станьте честными И это первый шаг Вступления В любое Человеческое товарищество А если церковь То это вступление Вот это братство Следующий очень важный момент Когда ты понимаешь Что ты ничего не знаешь Что в деле В котором ты понимаешь Ты начинаешь учиться Вот это следующая ступень Желания Знаний И здесь очень важный момент Учиться надо С благодарностью Неблагодарность Учителя Порождает предательство Неблагодарность Учителю Если человек потом говорит Что я это сам добился Да учитель меня такой И сякой Приводит тому Что начинает деградировать Очень важный такой момент Это вторая ступень Учиться всегда И у любого человека Если человек прожил Больше года Чем ты У него жизненного опыта Больше чем в несколько раз Чем у тебя На целый год Поэтому надо стараться Всегда впитывать знания А тут надо не гордиться То есть надо Понимать Кто ты есть на самом деле Когда люди видят Что ты скромный Ты с интересом слушаешь А после этого Всегда остаешься благодарным Практически каждый человек Который тебя учит Он раскрывается Ему хочется делиться знаниями И практически благодаря Вот этому обучению С благодарностью И честностью И скромностью Которая есть Человек начинает Очень быстро развиваться То есть он постепенно Презвращается в специалиста Профессионала того дела И вот третья ступень Товарища Или даже можно сказать Лидера будущего Это скромность Потому что по мере того Как ты понимаешь Что ты приобретаешь Какой-то опыт Очень важно Оставаться при этом скромным И обратите внимание Люди Которые чего-то в жизни Достигли Это не только один Лапкин ходит В драном пиджаке И Билл Гейтс И Еще достаточно известные Американские бизнесмены Многие ходят Очень скромно Живут абсолютно В скромных домах Ездят В вполне скромных машинах То есть по-настоящему Кстати Лидер Любой лидер И человек Который уважает Этот скромный человек То есть смотрите Это у нас Третья ступень идет Так ведь После того Как человек Обретает скромность Следующая важнейшая Ступень Товарищества Можно переносить Абсолютные На братские отношения В церкви Потому что Товарищество Оно возглавляется Лучшим Из равных людей То братство Над братством Всегда стоит Господь То есть и у братства И моральным И нравственные Там посылы Они более высшие То есть Это так Так вот Очень важный момент Это ответственность Принцип Кто Если не я Вот это Это принципиально Важный момент Я ответственный То есть Мой дом Не заканчивается На малейственной площадке Мой дом Не заканчивается На этой улице Если я живу То я хозяин Этого квартала Где я нахожу Я хозяин Этой улицы Я хозяин Этого города В котором я живу Я хозяин Этой страны То есть Я по мере Своей развития Своей компетенции Я должен смотреть Если на улице Непорядок Мусорки не убирает Напиши Если простое Напиши заявление В администрацию Уберут Если видишь Какой-то непорядок Там Скажи человеку Сделай то Сделай это Или сам просто убери Яма на улице Образовалась Натаскай грунта Засыпай Нету качели детские Построй Ты Вот это ответ Кто если не я Следующий уровень Который поднимается Человек То есть Смотрите у нас Какой будет Пятый уже Да Пятый уровень Здесь уже Закладываются Определенно лидерские Качества Здесь возникает Уже умение То есть Если он был пока Одиночка Он был учеником То следующая Это важная ступень Это уже умение Создавать вокруг себя Товарищество То есть В данном случае Это умение Уже Ты начинаешь руководить Вокруг тебя Начинает появляться Несколько людей Ты сможешь Организовывать Это тоже очень важный момент Организаторские способности Следующая ступень По мере того Как она возрастает Это Аскетичность Потому что Где бы ни было Аскетичность Очень важна Идет война Солдаты Что там Каша Мясо Постоянно есть Ты выражен уметь Голодать Ты выражен терпеть Холод и голод Миссионер Аналогично Крестья Крестьянин Он постоянно С собой Утруждается Это постоянно Работает Аскетичность Она очень важна И наконец Последняя Очень важная Ступень Хотя она может Иногда меняться Это Жертвенность Это Это принципиально Важное Это уже Ключевое Когда человек Становится Готов пожертвовать С собой Ради своих Товарищей Братья Это Можно сказать Одна из Высших Ступеней И вот В контексте Всего Если так Подниматься По этому Ступеням Развиваться Формируется Человек Который Способен Эффективно Либо Быть подчиненным Либо Становиться Начальственником И обратите Внимание Какой это Будет Начальник Первое Это Честный Будет Человек Следующее Это Человек Который Готов Учиться Даже У Человека Который Ниже По рангу Вот Я читал Книгу О Гивле Это Американский Что называется Столб рекламы Он у нас В России Купил матрешек И представляете К нему Приходит Начальник Какого-то Структурного Подразделения Он присылает Ему Русские матрешки И раскладывает И говорит Смотри Что делают Обычные люди Вот у него Уровень компетенции Ты большая матрешка Он выбирает Те подчиненного Которые Хуже его Правильно Он имеет власть На фоне Его он кажется Умным А что делает Этот подчиненный Он выбирает Себе подчиненного Еще тупее И в конечном итоге Получается Что вот такой Начальник А подчиненные Ты вокруг Абсолютно Некомпетентные И что у нас Получится У нас получится Фирма Карликов А теперь Представь Ты на самом деле Маленькая матрешка Ты скромный Ты понимаешь Что ничего не значишь Если ты понимаешь Это То ты себе Выбираешь Замы Уже более Компетентного Человека Который Зам выбирает Еще более Компетентных Знающих специалистов И получается Что вот Директор А вот У тебя получается Фирма Гигантов Этот же принцип Работает И у нас Православие И к сожалению Когда это не соблюдается У нас и получается Что происходит Деградация Вот некий Церковный начальник Они же Руководители отделов И хуже и хуже А на приходах Там вообще уже никто Потому что Как раз Вот это Перевернуто И так смотрите Человек возрастает Он скромный Он честный Дальше Честный Он учится у всех Учится благодарно Благодарный начальник Это очень важное Это важное качество Он скромный Следующее Он ответственный Он живет Коллектив Ответственность Это предтеча Как бы сказать Первая Она из предступений Жертвенности Следующее Он может быть Аскетичным Аскетичным Потому что Что называется Даже в армии Солдаты уснули Командир Последний ложится Потому что Все составить Просчитать Сделать И так И наконец Уже последняя Жертвенность Что мы получаем Мы получаем И эффективных Руководителей И мы получаем Эффективных братьев Которые так же действуют Ну а собственно Если вкратце Хотел бы сказать Семь ступеней Возрастания От маменького сынка И подкаблучника До настоящего мужчины Я к этому Немного добавлю Есть такая книга 93-й год Называется Викторий Гюго Одного из самых Продолжение следует...